Девушки отдыхают Я знаю вас в Белоруссии, парни, это работа вот такие. Ужас. Я надеюсь, это хорошо от белорусок сказано сейчас. Нет, это был не комплимент. Не комплимент, да? Жаль. Вот смотри, Миша, сначала в никуда отпустите, в никуда, просто отпустите, пусть живет на съемной квартире одна. Куда она приведет? К вам? Вы же будете советы давать стоять за стенкой, там говорить, ой, а что ты там стонешь, тебе не больно, дочка? Не бойся там врываться, не надо. Поэтому сначала пусть придет, хоть плохой парень, хоть, ну, я не знаю, хоть какой-то там... Ну, нафиг нам плохой, он недостойный наш. С кого-то нужно начать. Ну, конечно. Ну, Миша, вот повесь ее сюда, и мы в маме. Нет. Я ни разу не выводила мам еще из нашей студии, которая мешает, но мне сейчас прямо чешутся руки, вывести вас, мама, отсюда или заклеить вам руку. Ну, простите, пожалуйста, ну как я, лишь бы кому ее это... Согласна, мама, лишь бы кому не надо. Она не достойная. Единственная дочь? Нет, сын у меня еще есть. Еще сын есть. Маме хотя бы уехать в деревню на месте. Скажите, пожалуйста, оперным певцам нужно очень беречь свой голос и многое табу. Да, многое табу. Ешь, ешь, моя девочка, мне это приятно. Я просто начала, я у тебя. Можешь ты тоже взять, я пока пообщаюсь. Значит, вы тоже можете есть и разговаривать. Очень вкусно. Что должна знать жена? Взял и поехал вместе с подружкой, которая проводила там весенние каникулы. Подружка то, что я имею в виду, или... Нет. Просто? Просто душевная. А у нее был парень? Да, у нее был парень. И вот когда этот парень засыпал, вы с этим огурцом. И поцелуешь себе, покажу огурчик красненький. Нет? Да. Дура. Бывали намеки такие. И что, вы вернулись из Таиланда, можно сказать, новым человеком? Конечно. Конечно, обновленный. Испил рай земли. Испил мед земли. И про любовь теперь. Прямо постепенненько. А любовь в России, она несколько отличается от тайской. А вот как вы такой весельчак, я смотрю, за словом в карман, не лезете? Это вы когда будете лежать так вот, вот так. Денег накопил и поехал. Правильно? К палатке. Нет, вопрос о денег не стоит. И Андрюха накатила. То есть, правильно, потому что она возвращается с работы, поднимается по лестнице, мимо нее вихрем проноситесь вы с рюкзаком и кричите «На крыла». И все, и на поиск. Через пять дней приедем. А возьмете с собой, например, Катерина? Конечно, конечно. Возьму, скажу, полтора часа на сборы. Катя, берем только купальник. Только интересных комплиментов. Прямо хочется, чтобы ваша подружка готовилась еще бы минут сорок. Да. Маменька, а что это от вас пар пошел вдруг? Может, климакс? Сейчас маменька сама захочет его. Хорошо, спасибо. Я тебе сейчас предсказание скажу, дорогая. Ишь. Так, давай. Так, Владимир, это вам. Прочитайте. Что-то не поняла я. У женщин все сердце, даже голова. У женщин все сердце, даже голова. То есть женщина чувствительная, у нее чувства преобладают над разумом. Что, кстати говоря, неправда. По последним исследованиям, именно у женщины эмоции отделены от интеллекта. И женщина может и чувствовать, и мыслить одновременно. А у тебя что написано? У меня достаточно скучно. Оторви, наконец, глаза от этой бумажки, все ей так ясно. Я на нее не так уж и пялилась. Проходите. Что вы в сетях нашли? Да, в социальной сети я увидела, что очень много у него девушек в друзьях. Из России в основном. Довольно-таки симпатичных. Да, из Украины, из России. Дурех-то. Да. Которые за пиццу прямо, знаете, там. Да, да, да. Не за пиццу. Да, за карпаччо. А знаешь, а я думаю, что, может быть, еще и они ему эту пиццу покупали. За пиццу, карпаччо и фокаччо тогда. Хорошо. И на десерт тирамису. Да. И сколько хочешь. Зу-зу-зу. Ой, господи, дуры вы, дуры. Мне как-то не подходят друг к другу, они как-то не смотрятся. Да, гороскоп не тот. А на что будете закрывать глаза? Такие же брезгливые, такие же брезгливые, так же хотят спрятаться за нашу спину. В общем, они такие же, как и мы. Даже еще хуже. Спасибо. Важно. Дайте я вас обниму и заражу, может быть, вот чем-то таким. Иди, моя птичка. Спасибо вам огромное. Спасибо. Если старшая женщина вас хлопает по поте, значит, она вам набивает женихов. Я вам их набила. Да, Лариса, молодец. А что ты там, Василий, рассматриваешься? В домашних условиях берется белый чистый листочек бумаги, мыло, лучше белое. И рисуется, по вашему желанию, кресты, кольца, забор, счастье, облака. Потом белого мыла не видно, а потом сажа или земля, можете натирать листья чем угодно, и эти изображения фантастически проявятся. Мы так, когда мне было лет 10, в лагере баловались. А ты на малолетке, что ли, сидела? Нет, в лагере. Да, по малолетке. В пионерском, Лариса. Что ты подумала? А я думала, на зоне там это практикуют. Ну, это, конечно, очень эффектно, красиво. Мы с девчонками прятались за шторами, натирали руки друг к другу, сажая от сгоревшей спички, и там что-то проявлялось, слово на руке какое-то. Это прямо вот оттуда, из моего лагерного детства. Это цинично, это цинично. А под музыку, под свечи, так все красиво начиналось. Да, конечно, красиво начиналось. А руки в карманах Рустам держал для того, чтобы энергия не уходила, а зубы перед женитьбой не вставил, чтобы, наоборот, заходила энергия, вероятно. Ой, какая ты, боже. Она просто так не запевает рядом с женщиной. Нет, ну просто у меня работа была на всяких светских мероприятиях. Соответственно, она просто никогда со мной не выходила, не гуляет. Потому что ей гербари были интереснее, правда, чем поддержать мужа? Нет, она была серьезным человеком. Она сказала, творческий человек это, ну, это как бы не серьезная тема. А зачем она замуж за вас пошла? Потому что у меня были человеческие качества. А вы сказали же ей, что выпивать это для оператора профессионально, что это часть его профессии. Ну, так же, как и всех творческих людей. Да, конечно. Нет, ну для нее-то я дурак был. Не, не, слушай. А для работы, наоборот, креативный. Понятно, Антон, рассказывай про оператора. Спрашивают оператора, Василий, можешь снимать кино, если выпьешь стакан водки? Он говорит, легко, могу, да. Говорит, а два стакана? Говорит, конечно, могу. Говорит, а три? Он говорит, ну вот сейчас же снимаю. Он говорит, а четыре? Могу говорить, ну как режиссер. Можно ты без сознания снять на автомате. Я пару раз так снимал. Я ни разу работал. Нигде не учился. Нигде не учились? У меня среднее образование. Ага. У меня просто, если я чего-то лучше других делаю, они берут. А кто ваш любимый оператор? Вот для вас, допустим, эталон операторского искусства в кино. Это не по этим признакам я сужу. Кто больше зарабатывает, тот и... Кто-то оператор. Тот, естественно. А теперь кто больше бухает за камерой, кто больше зарабатывает. С чего? Жена не понимала. Вы приходите, например, в ночной клуб. Да. Как в валенах стоять там три часа я не могу. Естественно, вот это вот постепенно я дошел до этого. Если не сразу я стал алкоголиком, нет, ни в коем случае. А потом все наливают. Великий оператор Антон пришел в бар. Все же хотят у него сняться. Все же хотят ролик у него заказать. Поэтому все с уважением, как бы, типа Антон... Скажите, пожалуйста, вы можете назвать себя сильным внутренним человеком? Могу назвать себя многогранным. Но не сильным. А если опять-таки случится какой-нибудь казус в жизни, ну, всякое в жизни бывает, и вы опять запьете. Он не повторяется дважды. Причем здесь сила? Это я лично себе причинял. Он свое горло пьет, не вахнет. Так как даже на вас с любовницей не один раз застукала, это вы никому не причинили? Это вид только со стороны. На самом деле я как бы просто с ней сидел. А, то есть вы физически изменяли, а душой вы были чистыми. Что значит изменяла? Вы видели, что я изменял? А вы вот прям расскажите эту вот историю. Как вы сидите, выпиваете? Вот прям расскажите эту вот историю сами. Ну, в общем, она уехала в командировку, приезжает раньше времени. Вот. И звонок в дверь. Ну, либо мне было открыть эту дверь, либо не открыть. Я мог не открыть и сказать, что я там какие-то проблемы. Но я не люблю так как бы это просто подло так делать. Лучше я открыл дверь, и там что она увидела, лучше пусть сразу узнает. А что она увидела? Увидела меня в невменяемом состоянии и с лицом противоположного пола. А та тоже была в невменяемом состоянии? Ну, естественно. Я ее поднять не мог. Просто я ее хотел... А где вы ее нашли-то, ту, которую поднять не смогли? На улице, естественно. На улице? Она тоже была из творческих или нет? Слава богу, нет. Из простых была, да? Тогда бы... И что, жена развернулась и ушла или выгнула соперницу? Ну, пару раз ударила табуреткой, как это обычно бывает. А, кавас? Ну, а кто же будет терпеть такое? Я предполагал, что может быть... А девушку-то отдали ей отоспаться? Или прямо ее вот полумертвую на улицу выгибли? Нет, тут приходится решение принимать. Либо ты сразу выкидываешь ее, прям реально. Потому что это... Либо семью теряешь. Жену? Другого нет, да. И вы девушку эту пьяную выкинули? Жену он выкинал. Пьяно-то... Нет, девушка. Ну, что вы говорите? Я даже... Моральный урод какой-то выкидывает жену. А девушка, что бы ты хотел изменить в своей жизни сейчас? Ну, я уже изменил то, что хотел. Я перестал этим заниматься. Соответственно, я сейчас не в нормальной форме. То, что там предыдущие грехи были, это дно моей души. А сейчас этого нету. Поэтому судить меня уже нельзя. Я за это заплатил. Слушайте, пожалуйста, что вы приготовили для Александра. Хотел бы тебя научить высокому искусству восточному. Круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего, это все в процессе. Видишь? Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я боюсь крутить просто человека. АПЛОДИСМЕНТЫ О! Шутка. Это все был розыгрыш. Специально для тебя. Это просто такой прикол. Это, во-первых, для любви. Ну, шутка, конечно, так долю юмора внести. Просто не знал, что показать. Как бы решил так развлечь себя. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите, пожалуйста, в свою комнату. Спасибо. Будет сама обороняться. Как впечатление об Антоне? Ну, начал он хорошо. То есть принес букет всем женщинам. Ура, искусство боевое. Я его не увидела. Он его не продемонстрировал. Ну, Слаева. А что вы скажете? Я считаю, что очень недалекий человек, приземленный и совершенно неразвито интеллектуально. Мне с таким человеком будет просто неинтересно, скучно, даже поговорить с ним толком не о чем. Это жесть, конечно. Вы знаете, у меня было абсолютное ощущение, что пришел Дима Нагиев в какой-то своей новой роли из серии про прапорщика Задова. Потому что мне кажется, что таких людей в реальной жизни не бывает. Либо Антон блестящий актер, который решил нас за нос поводить. Либо у Антона проблемы. Большие. И Кристине с Максимом нужно как-то, в общем-то, по-товарищески Антону помочь. Потому что я его понимаю. Когда столько пьешь, а потом уже вот так на сушнике выходишь в жизнь, она, блин, кажется, такой страшный. И ты несешь какое-то вот про вот это боевое искусство, про талант свой, про то, что не нужно. Давайте просто чисто по-человечески его поймем и пожалеем. Тебе не понять, вы татары не пьете, не знаете, какой это горе, как это тяжело. Да и ты, собственно, Василиса, не из нашего профсоюза. А тогда звезды. Что тебе подсказывают? Ну, конечно, сложно его рекомендовать. И я, конечно, понимаю, что вовсе не семейная скука стала причиной пьянства. Но он и сам, собственно, искренне рассказал, что жену не за что винить. Самое, мне кажется, сложное на текущий момент времени, что он себя за все уже простил. Не то, что он должен посыпать голову пеплом и себя во всем винить. Но он прям так вот совершенно откровенно и говорит, я свое уже отстрадал. Поэтому вы меня сейчас никто осуждать не имеете права, не смеете. В общем, что хочу, то и врачу. Прозвучало это как то, что он оправдывает свои следующие шаги такие же. Я думаю, что такой человек запьет и не задумается в следующий раз. Ну, естественно, как можно рекомендовать. Так что я лично пока сомневаюсь, что хуже Рустам, который экстрасенс, или Антон, который оператор. Но я буду, извините, почти мой ровесник. А где-то не солидно для жениха. Да ты с ума сошла, он же у тебя старше. Послушай, дело к полтиннику, собственный ребенок, непонятный полигамный. Нет, это у вас, знаете, как рыба камбала, широкая, но, понимаете, а у той пузенькая. Вот, посмотрите. Иметь такую вот попку, как вы говорите, это склонность к полноте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!